Из-за какого-то Путина, который врет, который сказал на весь мир, что здесь нет срочников. Ну вот, мы здесь сидим, пять человек. Пять человек срочников, которые просто хотят попасть домой. Мы просто не можем по-другому. Нас заставили сюда прийти. И я хочу попросить у всего, всей Украины попросить прощения, что я попал сюда. Я очень сильно соболезную, что я сюда попал. И я хочу вернуться домой. И не хочу вот этого насилия в этой стране. Мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста. На этом все у меня. Спасибо, Сань. Я следарен с ним. Также спасибо вам за то, что мне дали возможность добровольно обратиться к украинским СМИ. К своей стране, в первую очередь. И ко всему миру. Извините, я волнуюсь. Просто не всегда давал интервью. И первый раз у меня. Постараюсь вам рассказать свою историю, как у меня здесь все происходило. Меня зовут Польщиков Николай Валентинович. Звание мое ефрейтор. Родился я 3 апреля 2001 года в городе Воронеж, Воронежская область, Ольховатского района, поселок Ольховатка. Проживаю я в Рязанской области в рабочем поселке Сапожок, улица Коронская, дом 95, квартира 2. На срочную службу я призывался 30 июня 2021 года. На данный момент я служил 8 месяцев, больше 8 месяцев. Начало моей службы началось с учебного центра. Я служил в одном учебном центре с Александром. Номер части 3616. Учебный центр находился в городе Ковров, в России. Там я получил звание, и там я отучился на должность, на воинскую должность механик-водитель БМП-2. По окончанию учебного центра мы с Александром попали в один полк, в Московскую область. Полк находится в Московской области, поселок Калинец, это Нарфаминский район. Номер части 31-134. 15-й гвардейский мотострелковый полк имени Шавлина. С Александром мы не попали в один батальон, в одну роту. Я попал в другой батальон. Командир полка, подполковник Харитонов. Командир моего батальона, второго батальона, подполковник Волков. Командир моей роты, капитан Четюников. Через два месяца службы в этом полку нас отправляют на учения. С 3 февраля по 24 февраля у нас проходили учебные действия в Курской и Белгородской области. Под конец учения у меня в голове и моих товарищей сложились некоторые факты. Того, что что-то не так происходит. Мой командир роты, капитан Четюников, я замечал в его общении с обществом, то, что он говорил, поедем на Харьков. Были еще такие моменты, как... А, 23 февраля была маркировка нашей техники боевой. Маркировка техники – это одно обозначение нашей техники, чтобы в бою можно было не спутать своих. Я спросил, для чего все это нужно. Мне офицер, старший, ответил, что мы готовим технику к боевым действиям. Ну, понимаете, у меня в голове... Ну, я не верил в это. Я обговаривал это со своими товарищами, типа, вот, типа, серьезно, что ли, на Украину? В Украину поедем? Мы сложились в одном мнении так, что срочники же не воюют. Нам всегда говорили об этом. И поэтому мы не поверили во все это. Вот. Как оказалось, нас обманывают. 24 февраля мы выставили колонну, огромную колонну, и вечером и через 4 дня под обманом нашего командования мы оказались на территории Украины, под городом Ромны, под городом Ромны. Извините. Мы стояли там 5 дней. Мы разбили свой лагерь. Стояли там 5 дней и ждали дополнительное питание, потому что заканчивалось питание, и топливные машины, чтобы заправить свою технику. И вот через 5 дней мы узнали, что колонна с топливом подъезжает к нам. И мы поехали встречать эту колонну. Мы доехали до блокпоста, еще не успели встретить нашу колонну, нас начали обстреливать. В ходе обстрела я получил ранение и увидел много убитых людей, наших людей, много раненых. Наши медики, фельдшеры, быстро эвакуировали меня и многих обстрелянных, раненых обратно под город Ромны, там, где наш лагерь. Пока нас лечили, пока нас лечили, я узнал такую информацию, что вместе с этой колонной двигалась еще колонна танков. Из 62 танков прибыло только 16. Это говорит о том, что война здесь правда есть. Это большие потери для нас. Мы серьезно проигрываем. Это очень ужасно. Было много двухсотых. Я видел реальные трупы. Мне 20 лет, и я видел реальные трупы. То есть это очень ужасно. Пока нас после того, как нас вылечили, ну, как вылечили, подлатали, там забинтовали, вот, когда мы уже все, ну, то есть раненые все уже в машинах медицинских, готовые убывать в России, начался авиаудар в этот же день. командир полка, полковник Харитонов, я через рацию услышал команду от него, что срочно собираем колонну и быстро выдвигаемся в Россию. Нас было больше 150 срочников только в моем батальоне. Я знаю, что есть еще и в других, в другом батальоне срочники, вот где был Александр. Только я не знаю, сколько их там было. Мы собрали колонну и начали выдвигаться в Россию. раненые были в медицинских машинах. Это бронированная машина, линзы так называемая. Мы ехали в конце колонны. Так получилось, что мы отстали от колонны. В линзе мы сидели в кунге, мы не видели, почему мы отстали. отстали от колонны, застряли. Мы вытащили в машину и поехали дальше догонять колонну. Не было почему-то связи с командованием, чтобы они нас подождали. Они нас бросили, по сути. Бросили и все. Пока мы догоняли колонну, увидели на мосту двух раненых наших, мы остановились, чтобы забрать их. Вот. Пока мы забирали их, начался обстрел. Наш фельдшер, это врач, он принял решение сдаваться, потому что у нас мы одни. Мы не смогли бы никак уйти, не сдаться, не убежать, ничего. Нас окружили. Так я 7 марта попал в плен. опять же, я считаю, что это получилось по вине командования, которое ехало спереди, не посчитало нужным хотя бы проверить, почему, где мы, что с нами. они просто забили на тех, кто сейчас ранен и нуждается в помощи. Находясь в плену, я не увидел здесь ни фашистов, ни бандеровцев, даже даже несмотря на то, что да, вот факт еще такой, несмотря на то, что в плену со мной обращались хорошо, хотя у кого-то там семьи в подвалах сидят, прячутся дети, их прячутся в подвалах, несмотря на это, что хорошо к нам относятся, я все равно завидую тем людям, которые смогли откупиться от этой войны. Дали деньги командованию, чтобы их оставили там, в России, потому что, скорее всего, они знали, что здесь будет происходить, и им предложили, типа, вот у них есть деньги, по-любому они захотят заплатить. и вот они, там лично с моей роты два человека осталось на охране палаток, не просто так. Наверное, стоило даже купить военный билет, который стоит там 80 тысяч, это было очень даже легко сделать, можно было не идти на службу, потому что здесь происходит страшные вещи. Вот, друзья, мы слышали слова полоненных российских солдат-строковиков, на самом деле, каких, на думку Путіна, тут совсем немає. Мы слышали слова затриманных, мы слышали слова полоненных, и мы слышали слова вибачения.